друзья всех приветствую с вами интернет-магазин antilife меня зовут александр перед вами смартфон под названием meizu m3 mini слухи о данном смартфоне появились сразу же после того как появилась первая информация в meizu m3 note по-прежнему meizu m3 note нет в руках у нас конкретно у нас а meizu m3 mini уже появился информация о данном смартфоне была неоднозначной кто-то говорил что есть две версии для китайского рынка и для международного рынка кто-то говорит об этом по-прежнему и сейчас у меня в руках сейчас meizu m3 mini который уже появился в продаже есть они вот в таком вот грейд свете и есть беленькие у нас уже в наличии в продаже коробки немножко изменились момента meizu m2 note и m2 mini и давайте расскажу вам что же это за смартфон стоит ли его покупать и вообще что там в нем китайского из той китайской версии о которой все так говорят meizu m3 mini имеет сразу же как только получили мы эту модель сразу же я искал fdd lte в названии частот частоты как поддерживаемые 3g 4g интернета вот находятся они все здесь и маркировка этой модели в точности тоже вы можете наблюдать здесь выводы сразу я могу сказать что эта модель абсолютно нормально работает в украине и в нем в ней есть русский украинский язык в ней есть поддержка 3g интернета полноценная нормальная прошивка и поэтому вывод сразу же в самом начале ролика о том что эту модель однозначно стоит брать потому что за эти деньги баланс качества от meizu и технических характеристик которые они туда поставили очень и очень высок плюс прошивка и все остальное тоже адаптирована для рынка украины теперь обо всем по порядку meizu m3 mini вот такой вот коробки поставляется в комплекте здесь нет ничего особенного это была транспортировочная пленка это скрепка для лотка sim card и стандартные комплектационные это зарядка usb кабель зарядка у нас идет на 1 и 2 ампера что в принципе достаточно для такой емкости аккумулятора 2 870 напоминаю я у meizu m3 mini и это в принципе для этой диагонали с головой смартфон выполнен в интересном по моему мнению корпусе в интересном исполнении очень приятно держать этот гаджет в руках во первых спереди у нас экран представлен 5 дюймовым дисплеем которым применена технология 2 и 5 д это закругленные такие ободки есть кнопочка home которая работает как сенсорная если к ней дотрагиваться и как механическая если ее нажимать есть фронтальная камера хорошего качества 5 мегапиксельная датчики приближения освещения и разговорный динамик сверху у нас есть разъем под наушники с этой грани кнопка включения выключения и качелька громкости вверх-вниз здесь у нас располагается лоток для сим-карт лоток для сим-карт комбинированный либо 2 наносим карты либо 1 наносим к плюс карта памяти в данный момент времени у меня в телефоне стоит моя карточка карточка киев старый в украине и 3g на ней без проблем работает чуть чуть позже покажу снизу у нас как всегда микрофон и динамик выполнены в виде двух динамиков как будто стерео динамики и микро юсб разъемчик задняя крышка у нас имеет вот такой вот вид это поликарбонатный пластик здесь нет метаметалла в сборе есть 13 мегапиксельная камера и вспышка логотип компании meizu и специальные наклеечки от производителя внешне могу сказать что смартфон меня порадовал сборка все на том же уровне на котором она была у meizu ранее никаких нареканий шикарно смотрится вот это вот композиция закругленных ободков дисплея дизайне meizu мне все очень понравилось сразу же включаю и показываю вам что здесь по прошивке что здесь из китайских настроек во первых заходим в настройки и листаем меню и ищем 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 китайские английские слова здесь их нет переходим в информацию телефоне прошивка на данной модели у нас естественно в базе это android у нас естественно здесь fly и есть оболочка юн ос та самая оболочка которой все так боялись и говорили что вот раз эта оболочка то значит смартфон полностью будет китайский и полностью для рынка китая из необходимых для нас вещей есть в этом телефоне play market с которого все отлично скачивается с которых я повстанавливал кучу различных приложений кучу игр antutu gps тесты асфальты antutu тестеры и так далее modern combat mortal kombat и так далее из всех этих приложений все работает отлично прошивка полностью сбалансирована под нас с вами для русскоговорящего населения украинскоговорящего и так далее ничего здесь на английском нет все внутренние настройки все полностью идеально переведено никакого здесь нет more local которая переводит частично это все бред полностью полноценный готовый продукт которого не стоит бояться заходим в antutu смотрим на технические характеристики модель пол показала 37 тысяч баллов ну это по показателю примерно то же самое как показывают современные mtk 6752 процессора то есть довольно таки хороший полноценный продукт по техническим характеристикам это у нас новый процессор mtk 6750 это графический ускоритель mali t по 760 hd разрешение дисплея 13 мегапиксельная камера 2 гигабайта оперативки 16 встроенных процессор данный у нас работает он получается 8 ядерный вот 4 ядра это по 1 и 4 и одно ядро это по одному то есть данный процессор и в плане производительности неплохо он может показать хорошую производительность в 3d игрушках на частоте 1 и 5 гигагерц и с частотой 1 0 он отлично справляется с автономностью работы смартфона и заставляет эти две 870 работать очень и очень прилично я скажу вам так что касается звучание звук под стать любому смартфону meizu это качественный звук это звук очень громкие хорошего качества и в наушниках это звук отличный при воспроизведении внешнего динамика сейчас я вам это продемонстрирую включу какую-то стандартную рингтон он качественный четкий громкий без каких либо проблем в наушниках звучание тоже мне очень понравилось все супер теперь что касается производительности здесь такой интересный процессор и нужно все таки посмотреть что же он может продемонстрирую вам это на примере игрушки modern combat с очень классной графикой и с такими хорошими высокими требованиями посмотрим что из этого получится на meizu m3 mini не вижу смысла дальше играть в эту игру потому что и так все видно на первых порах что процессор вполне с легкостью справился с графикой довольно таки требовательной на сегодняшний день игрушки поэтому с производительностью разобрались теперь посмотрим gps данная модель имеет глонас навигацию я это проверил все отлично работает вот так вот так вот вот такое количество ловит у меня спутников и это очень хорошо спутники словил очень быстро поэтому с процессором в этом плане опять же тоже все очень на высоком уровне теперь что касается автономности напоминаю что данная модель имеет hd разрешение дисплей имеет сбалансированный процессор четырех ядерный а также 2 870 миллиампер часов аккумулятор я тестировал этот аккумулятор в первую очередь в программке antutu testers и показал он у меня 7141 балл для тех кто смотрит в принципе мои ролики всегда постоянно понимают и знают что вот такой показатель это показатель выше среднего плюс я по ощущениям по тому как этот как этот смартфон у меня работает я просто ощутил что действительно аккумулятор очень и очень хороший и работа операционной системы сбалансирована смартфон разряжается очень медленно и работать с ним одно удовольствие получается в данном случае поэтому опять же с этой стороны тоже однозначно плюс смартфона камера у него на 13 мегапикселей она снимает видео в формате full hd есть хорошего качества фронтальная камера есть различные настройки по разрешению размеру режимы фотографий есть ручной режим в котором очень удобно работать с максимальным макро например с максимально близким расстоянием к объекту и смартфон действительно будет делать классные фотографии в руках человека который в этом разбирается и умеет эти фотографии делать настроек огромное множество поэтому тут уже нужно играться смартфон умеет записывать гифки умеет снимать замедленную съемку смена фокуса ну в общем множество различных интересных настроек с которыми любители фотографии и видео смогут поиграться видео записывается в формате full hd в целом по камере опять же для устройства такого ценового диапазона меня все устроило мне все понравилось качество на высоком уровне по моему мнению и это очень хорошо потому что мэйзу не изменяет своим стандартам и делает действительно качественные гаджеты вот такой вот так вот я приближаю картинку и его то надпись которую я очень часто фотографирую она в очень хорошем разрешении в очень хорошем качестве вот так вот можно фотографии делать тоже интересная анимация такого плана в принципе основные моменты о мэйзу m3 mini я вам рассказал и я считаю что модель однозначно стоит покупать это один из лучших на данный момент 5 дюймовников в цене до 4000 гривен а то и меньше цена будет со временем он имеет хорошую русифицированную прошивку в которой есть предустановленный play market с которого все отлично работает и скачивается он имеет отличные дисплеи хорошую камеру сбалансированный процессор и довольно таки емкий аккумулятор который благодаря этому процессору и вообще компании мэйзу и вообще прошивки этой очень неплохо держит зарядку на глазах он не тает это однозначно данная модель поддерживает 3g интернет и это я могу доказать я могу зайти допустим в браузер ввести что-то только выключим естественно вайфай наш вот я вайфай выключил заходим в настройки приоритетов 3g интернета я 100 можно можем поставить 4g приоритет вот у меня работает 3g интернет у меня ничего кроме ничего кроме интернета симки не включена вот этот вот спутничек это у нас фоне работает gps навигация и мы вводим название нашего магазина капчу нужно ввести 0 38 84 92 это интернет киевстар так работает у нас и вот все отлично работает наш ант лайф выдача гугла все отлично грузится и так далее поэтому бояться переживать за то что данная модель у вас в руках не будет работать 3g интернетом это все глупости можно смело покупать и все у вас будет отлично к достоинствам я могу отнести все технические характеристики то как выполнен этот смартфон его дисплей его качество кнопочку home и так далее недостатком я могу отнести то что я не нашел в этой прошивке менюшки где он может обновляться по вайфая возможно что на данный момент в данной версии прошивки это не реализовано но в будущем модель только-только появилась и в будущем я думаю что будут еще более лучшие прошивки но опять же куда лучше если здесь и так все отлично работает поэтому на этом все meizu m3 mini однозначно заслуживает вашего внимания по всем вышеперечисленным техническим характеристикам и за счет того что это meizu и за счет того что дисплей шикарного качества и за счет того что аккумулятор очень хороший и комбинированный лоток sim-карт и хорошая низкая цена на этом все спасибо вам всем за внимание оставайтесь с нами подписывайтесь на наш канал на youtube который вы сейчас смотрите подписывайтесь на наши группы и заходите к нам в интернет-магазин покупайте meizu m3 mini и